Если нет фанатизма, лучше не идти. Не делайте так, придумайте что-то новое, если будете что-то... А у вас тоже будут ходить легенды потом? Нет, нет, тут все куплено. В апреле набрано. В апреле набрано. Да, я знаю, мне сказали. Будьте готовы к этому, ребят, если что. Педагог кто это? Педагог там. Вот мастер скажет, тогда точно. Как всем спасибо. Вы не прошли. Он берет, достает пистолет и стреляет себе в сердце, падает на сцену, и у него вот тут начинается кровь. Всем привет, это подкаст МТС «Потрендим». Меня зовут Настя Четверикова, и сегодня мы будем говорить о том, как стать актером и нужно ли вообще становиться актером. У нас в студии замечательный декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов. Он же, кстати, мастер и наставник проекта МТС «Поколение М». Здравствуйте, Тарас. Здравствуйте. И еще молодой, очень талантливый актер Иван Злобин. Ваня, привет. Привет. Ну что, будем триндеть. Начнем, знаете, с чего? А как вы поступали? Вы помните вообще, зачем вы туда пошли в актерский? Вот какая мотивация была у вас? И во сколько лет? Тоже интересно. Я собирался быть ветеринаром. Да ладно? Да, я ходил на курсы, я учился в хим-биоклассе. И почему-то я думал, что я буду великий ветеринар. Вот так вот мне хотелось лечить собак. Доктор Айболит. Да, такой доктор Айболит, наверное. Но параллельно, если так вот мы обратимся к детству, в школу я пошел в 95-м году, это Подмосковье. Родители работают, никаких кружков нет, кругом разруха. То есть вот эти вот все сейчас, да, когда опции доп. образование, найди себя, ребенок ищет себя. У меня было два варианта. Актовый зал и спортивный зал школы. Спортивный зал — это каратэ, полуразбитые окна. Я побегал там 30 минут. Ангина, понял, все, спорт не мое. Театральный кружок, мир сказок. Пожалуйста, welcome, приходите. Учительница химии, у которой есть музыкальное образование, просто создает кружок, чтобы мы не шлялись по улице. И, в принципе, мы там даже ничего не играли. Она нам читала книги, показывала фильмы. И вот как-то потихонечку-потихонечку со второго класса что-то у меня начало проявляться, и какая-то проявилась любовь к театру. И вот тут я уже начал думать о театральных вузах, какие-то справочники искать, что, может быть, попробовать. Я хочу так же, чтобы зрители сидели в зале и получали какой-то, мы говорим, катарсис. И начал как-то искать, готовиться к поступлению. Поступил со второго раза. Первый год я такой был звезда номер 3 подмосковной школы. Я поступлю везде. И вот у меня конкурс был у Райкина, конкурс в Щукинском. Я такой вот летел, вау-вау, всем рассказал. Так, ребята, я буду учиться или в Щукинском, или в Амхате. И слетаю в один день. Константин, да, Аркадьевич Райкин говорит так. Все, я так хорошо шел-шел. И он дальше говорит. Нет, концепция поменялась, так все. Обломал очень сильно. И я понял, что на самом деле надо серьезно готовиться. Я понимаю проблему. Я не смог совладать с собой. Я настолько был уверен. Я настолько растерял, да, внимание, и про что я читаю. И вот этот момент, когда меня пытались сбить, задавали вопросы, я просто не смог собраться. Я не показал свои выливые качества. А на второй год уже как-то вот пошел аккуратненько-аккуратненько, никому не говоря, втихаря, втихаря. Мама только знала. И так вот сложилось, что поступил вот в ГИТИС. Хотя самое интересное, что в ГИТИС в первый год я слетел с прослушивания. И вот Ванин... Первое, до первого сорока. Первое самое, прослушивание. И Ванин, педагог Ольга Дмитриевна Якушкина, меня слушала, мне сказали так, ну мне не надо заниматься этой профессией. И я обиделся на ГИТИС. И я думал, что во второй год вот я буду поступать везде, кроме ГИТИСа. И смотрите, как вот тоже, да. Мы когда говорим про судьбу, про момент, как вот так вот сложилось. И вот, конечно, я поступил к Павловичу Хомскому, замечательному мастеру. И так вот начался мой путь вот в театральном деле. Видите, ребят, так что даже деканы ГИТИСа пару раз поступали. Так что вообще это мелочи. Круто, я вообще не знал, кстати. Это интересно очень. А как у тебя было? Я вообще с детства хотел, вот прям с самого раннего. Потом мое решение изменилось. Я постоянно родителей обманывал, что у меня там живот болит, чтобы в школу не ходить. И делал это, видимо, так хорошо, что типа все верили, прям вживался, как говорится. И потом я пошел на смешанное единоборство, с друзьями занимался там боями. Понял, что не мое, мне вообще не нравилось это танцами, брейк-дансом. И потом лет в 13, наверное, меня занесло в студию Хабенского, в Новосибирске еще тогда была. А студия Хабенского сейчас называется «Жить на севере» студия, Новосибирская именно. Как интересно. Но у вас там были прекрасные педагоги, потому что сейчас каждый год на актерский факультет режиссерский поступает по несколько человек из этой студии. Новосибирской. Новосибирской студии, потому что там, правда, талантливые педагоги, которые находят эти индивидуальности. И, простите, сейчас третий курс. Вот мастерская Владимира Алексеевича Андреева, ныне покойного, нашего мастера, нашего гуру. Восемь человек с этой студии приняли сразу. Десять. Десять, по-моему. Восемь или десять. Восемь или десять, да. Могу ошибаться. Моих ребят, молодых, которые со мной занимались тогда. Сразу во время пандемии. Вот сейчас я на первом курсе работаю тоже два прекрасных. Тоже со студией с Мария. Даже не так, не два прекрасных актера, две прекрасные индивидуальности, которых вот уже там нашли, подготовили. Подготовили, да, подогрели. Подготовили. Не застраивая. Не застраивая. Причем именно вот, типа, потому что я наблюдал, когда приходят абитуриенты, вот так вот почему-то встают в какую-то там третью позицию, такие, здравствуйте, меня зовут. Он говорит, стоп, стоп, стоп. Как тебя зовут? И человек теряется. Там, Катя. Ну, скажи, тебя зовут Катя. Меня зовут Катя. То есть их как-то готовят к поступлению. Причем плохо готовят. Плохо. И это видно. Непонятно, кто это делает. И зачем вообще-то нужно. И бывает у тебя вот тоже проблема, когда говорят, выбор репертуара, да. Вот как выбрать репертуар, как подготовиться. Нам интересны ваши глаза. Нам интересны ваши мысли. Потому что, понятно, натаскать, владея школой, натаскать мы можем любого. Там, 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 люфт, пауза, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Но за этим стоит педагог. И я понимаю, вот. Человека невинно за этим. Стоит ребенок, и там есть какой-то педагог, который просто натаскало. И дальше, вот, например, мой мастер говорил, учил меня получше. Он говорит, запомни. Он говорит, Тарас, запомни. Все читают одинаково плохо. Ну, вот понимаете, да, с иронией. Что дело, как бы, не в чтении, да, нам интересно, с каким материалом приходит. Но, когда мы понимаем, что застроено, ты просто делаешь стопы, говоришь, подожди, у тебя есть домашнее животное? Да, вы знаете, у меня есть такой лабрадор. И все, и все. И сразу проявляется индивидуальность, сразу включение, обаяние, видение. И, как бы, вот это самое ценное. Индивидуальность. Вот с чего начинается поступление. Мы ищем интересную индивидуальность. Потому что в основе, чем мы занимаемся, лежит индивидуальность. Я не такой, как все. У меня свой склад мыслей. У меня там свой темперамент. И, грубо говоря, опыт. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот, как бы, на чем строится момент поступления. И самое главное, не пропустить вот этот момент. Найти. Потому что вот часто бывает обманывают. Ложное представление. А иногда даже абитуриент не знает, за что его берут, если честно. Потому что там уже со временем я там понял. Я не знаю. Я на первом курсе думал, что меня взяли там, не знаю, за какие-то качества. Вот я на первом курсе хотел играть мачо. Здравствуйте. А, да ладно, серьезно? И чем больше я на полном серьезе строил у себя мачо, тем больше возникал комический эффект. Просто когда все умирали. Говорит, погоди, погоди. Там. А я. Давай, привет. Добрый вечер. Меня зовут Арас. Там в интюде. А взяли потом, оказывается, там тоже за другие моменты, которые подсмотрели. Подсмотрели мастера. Конечно, это опыт. Вот честно, десятка заходит, это тоже приходит с опытом. Ты уже по энергетике чувствуешь. Так, ага, ага. Так, тут, наверное, будет все мимо. А иногда заходишь, и вот сразу вот эта вот энергетика человека, который заряжен. Вы знаете, как вот в эту профессию говорят и нас учили? Если нет фанатизма, лучше не идти. Вот фанатизм, фанатики. Если можно не идти, я всем говорю, лучше не идите. Да, я читала в одном из интервью, вы как раз говорите про то, что это профессия про фанатизм. Тут нужен фанатизм. Какие у тебя были амплуа, может быть, было, или вообще вот само поступление твое, как происходило? Мы пришли в Амхат, тогда набирал рыжаков, и нас слушал педагог их, то есть не сам рыжаков. И нас сразу, типа с первого прослушивания всех слили, всех шестерых. Мы через месяц туда вернулись, зашли там в коридор, тоже все заполнили, все эти документы. И выходит тетенька, которая водила, и говорит, значит, и начинает фамилии перечислять. Раз, два, три, там, шесть. Все, идите в армию. Все, на следующий год вас ждем. И мы не понимали, почему, как так, и решили брать Амхат штурмом. Потому что мы знали, что нам нужен именно мастер. И если рыжаков скажут нет, все, нет вопросов. Педагог кто это? Ну, педагог там. Вот мастер скажет, тогда точно. И мы решили... Дошли? А вы не знаете эту сезону? Нет. Она, по-моему, до сих пор еще там легендами где-то ходит. Короче, мы решили подождать, пока зайдет последняя десятка. То есть это было утром, часов там в десять, может быть, нам сказали, что мы дальше не идем. И мы весь день стояли у Амхата и ждали последняя десятка, когда зайдет. Вот это уже было там часов десять, наверное, вечера. Весь день, да, да. Весь день, весь день. Вот это вступительный. Бывай, сидишь, ждешь просто томительно. И я еще ненавижу вот этих абитуриентов, которые на гитаре играют. Но это такая... Это своя атмосфера. Извини, перебью, сейчас вернешься. Вот я тоже не любил. Вот есть абитуриенты, которые, знаете, интуитивно они, вот, вампиры. А как там? А как там? А что спрашивают? Я говорю, отстаньте. Я хочу погрузиться в свою программу, зарядиться. Тебя хватает. Вот это тоже... Кто-то выпивает. Вот этот молодец, молодец. Все, все получится. Молодец, ты прошел, прошел. У тебя все получится, все получится. Не волнуйся. Или кого-то не взяли и говорят, нет, все проплачено. Все куплено, все... Все, 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 курс... Это бывает особенно мамочке. Есть такой еще тип. Мамаша. Мамаша абитуриент, я не хочу никого обидеть. Которые списки охраняют. Я храняю списки, все, я разрулю. Так, тебя не было, откуда ты ночью? Там такие вот истории. Нет, нет, тут все куплено. В апреле набрано. В апреле набрано. Да, я знаю, мы сказали. А я говорю, а зачем вы тогда... Будьте готовы к этому, ребят, если что. Да, а зачем вы тогда... Это все неправда, кстати, да. А зачем вы тогда пришли? А зачем вы пришли? Убедиться в том, что в апреле набрано. Да, все. Все. Ну это вот, да. Так, и зачем дело кончилось? Мы выяснили, там четыре этажа в школе-студии, и мы выяснили, что Рыжаков на четвертом сидит. То есть какие-то десятки выходили, нам эту информацию сообщили. Последняя десятка заходит, мы в капюшонах за ними. То есть 10 человек проходят, а прошло 16. И я прям помню момент, там такая винтовая лестница, да? Или не винтовая? Ну, конечно, лестница. Лестница, наверное, да. И вот эта десятка пошла на второй этаж. А на втором этаже педагоги. Типа, а нам нужен Рыжаков конкретно. И я помню, что мы побежали на четвертый, никого нет, за нами охрана. Я вызываю лифт, открываются двери, я забегаю в лифт, и мои друзья там почему-то тоже со мной не зашли. Я спускаюсь на второй, открываются вот так вот двери, и я вижу спину охранника, который вот так стоит. И мои друзья спускаются сверху. И я такой на спокойном просто раз повернул направо и ушел в туалет, закрылся. Я думаю, ну все. Я понимаю, что я один остался, друзей реально охрана увела. Говорят, вы почему сюда зашли, вы понимаете, что это... Один за всех просто. Я сижу в туалете и жду, думаю, ну все, ну я не знаю, ну вообще не понимал. И адреналин, и от этого круто было. Конечно, ничего себе. Не страшно, прям типа, вот она мечта, она прям совсем рядом. И стук прям такой в туалет. Я думаю, ну все, ну будет что будет, открываю, забегаю, то они же, ну друзья мои. Я думаю, как, как вы это сделали? Они говорят, что их вывели на улицу, охрана, все наругали очень серьезно. Ну они, это же Новосибирск, ну все до конца. Обошли, значит, не делайте так, придумайте что-то новое, если будете что-то... А у вас тоже будут ходить легенды потом. Да. Они обошли школу-студию, перелезли через забор, там была дверь, черный выход. Или вход. Неважно. Они открывают... Получается, они через забор художественного театра перелезли. Да, да, уже... Открыли дверь вот эту и попали вот на эту лестницу сразу, на винтовую. И побежали ко мне. И мы на четвертом этаже, там, где слушают десятку рыжаков, все, мы стоим, нервничаем, очень сильно переживаем, нас трясет и круто еще это все. И вот это такой какой-то странный момент, то есть ощущение, что вот-вот десятка выйдет, ну ты прям время чувствуешь, что вот секунды они выйдут, и все, и мы прям врываемся. И он растягивается этот момент. И тут охрана подымается, только уже намного строже, серьезнее и больше в количестве. И начнут жестко на нас орать, говорят, что они полицию вызывают, все, вам хана, ребята. Мы на колени встаем, мы плачем, говорим, пожалуйста, мы из Новосибирска на три дня на поезде ехали, это ужас, типа, пожалуйста, вот рыжаков за дверью, мы просто подождем тут 10 минут максимум. И нас повели вниз, и вот как получилось. Пока мы умоляли, чтобы нас туда пустили, я заметил, что у охранника на компьютере, там, по камерам наш друг ходил. То есть он один потерялся, его не увидели. И он еще спрятался, вот, типа, вот в таком дверном проеме с гитарой, самый высокий, бородатый, короче, непонятно, как он спрятался. Мы убежали, он ждал, 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 десятка вышла, он заходит в кабинет, и там, как бы, обсуждение, стол, то есть стол, и вот так люди вокруг стола. И он говорит, здравствуйте, а рыжаков здесь? И люди вот так вот расступаются, сидит рыжаков. А вы кто? Где ваша анкета? А я без анкеты, мы через забор перелезли с ребятами, и, типа, все немножко в шоке. Какой забор? Ну, там забор был, нас сначала выгнали, а потом мы перелезли через забор. И рыжаков сказал, ну, зовите друзей. И все, он спустился, реально нас позвал, мы забегаем, запыхавшиеся, все. Я прямо помню, рыжаков такой, водички, может быть, хотите? Да-да, давайте будем. И, короче, нас всех он прослушал, сказал, вы смелые, вы молодцы, у вас есть, как бы, темперамент, напор. При этом мы тоже плохо читали, но обаятельно. И нас всех дальше пропустили. В итоге поступили двое человек из шести. Я с конкурса слетел там. Двое к нему? К нему, да. А ты поступил, пошел в ГИТИС. Да, ну, у меня там какая-то ситуация произошла, что пропустил какой-то тур, и меня просто дальше не пропустили. Вот это тоже про момент поступления. Важно следить за информацией, потому что есть, как бы, целый алгоритм поступления, есть некие такие вот этапы. Первый, второй, третий не пропустите. Не выдыхайте, если вы первый прошли, такие, фу, ну все, я поступил. А там еще куча всего. Выдохнуть можно только тогда, когда вот сейчас на сайте. Ты зачислен. Первого сентября лучше. Первого сентября выдохнули. Это студенческий вручили. Все, я зачислен. А так, потому что... Пропустил, по-моему, пластический тур, там что-то такое было, и все, он мне... Распал? Нет. Вот ты поступил в театральный вуз. Ты увидел свое имя на листке зачисления. Что ты почувствовал? Я, опять же, не понял, что произошло, то есть... Но это все просто... Я перелез в забор, не понял, что произошло. Это такой туман, сон, приключения, адреналин, что ты просто... Ты вообще в каком-то другом измерении находишься, и ты как-то... У-у-у, все вот... Такое вот какое-то состояние. Ну правда. И тут список поступил, и у меня фотография была там, где у меня просто лицо вот такое. Типа поступил. То есть я вообще не понял, правда, что... Потом, вернувшись в Новосибирск, я уже осознал, думаю, вау, круто. ГИТИС. ГИТИС, да. Бюджет. Бюджет. Ну это... Да, все. Я вспомнил, то состояние меня понесло. Круто. Ну, в общем, это необъяснимое какое-то чувство. То есть вообще не осознаешь, что происходит. Потому что вот эти слухи про то, что все куплено, про то, что все уже давно, там, курс набран. Это все в секунду как раз развеивается. И ты видишь глаза своих однокурсников. Реальных. Которые такие же, как ты, как просто пацан с района. И понимаешь, что... Что вот она мечта. Ты ее можешь потрогать. Родители многие считают, что актерскую не стоит идти вообще в актерскую студию. И очень отговаривают своих детей. Когда я матери заявила в 4 года, что пойду в ГИТИС. Почему в ГИТИС? Я не знаю. Но, видимо, очень тянула к вам. В 4 года в ГИТИС. В 4 года в ГИТИС. Она сказала, Настя... Потом я к этому вернулась уже после музыкального училища. И она сказала, ну, не могу я тебе ничем помочь. И как родителям... Нас очень много смотрят родители будущих актеров. Как родителям помочь ребенку? Или действительно его уберечь от этого? Потому что непонятно, что лучше. Сейчас скажу, хочется обратиться, пользуясь случаем, к родителям. Вот поймите, поступить в театральный институт, попробовать поступить в театральный институт, если это мечта вашего ребенка, ничего не стоит. Это бесплатно. Да, есть ребята из регионов, у которых, может быть, нет денег приехать на очное прослушивание. Но для этого и существует разного рода прослушивания, там, онлайн, разные конкурсы. Но не забивайте в ребенке мечту. Потому что часто мы с этим сталкиваемся. Проходит 10-20 лет. Вы запретили ребенку попробовать реализовать... Даже если ваш ребенок не поступил, это его первый личный опыт. Но это его опыт. Это не ваш. Потом проходит 10-20 лет. Дай бог, чтобы жизнь сложилась хорошо. И ребенок не будет думать. Ой, когда-то я, сидя за столом... Ой, а я когда-то хотел поступить. Слава богу, не поступил. А если в жизни что-то идет не так, потом вот это вот закрадывается мысль. А, мама, а вот если бы я тогда поступила, сейчас я бы там был, была бы актрисой, актером, успешным, а не сидел бы в маленьком городке. Вот поэтому поддержите своего ребенка. Поддержите. Дайте ему вот как бы набить шишки, как мы говорим. Но вот задавить, что нет, нельзя, это плохо, это тоже неправильно. Потому что откуда вы знаете, что за существо ваше ребенок? Может быть, там такой дар сидит, который в тех предлагаемых обстоятельствах района, микрорайона, даже города не нашел своего проявления. В школе там такой-то класс, тут по-другому. Не было той среды, в которой может проявиться талант. Вот, поэтому держите руку на пульсе, слышьте своего ребенка. Вот самое главное, слышьте. А то, что и зачастую, вот тоже бывает, родители навязывают. Когда-то мама или папа не стали актерами и пытаются через своего ребенка. И тогда... Таскают на прослушивание. На прослушивание, в куче каких-то студий театральных записывают. Двух лет, какие-то рекламы и прочее. А ребенку этого не надо. Ребенок шахматист. Ребенку в шахматы хочется поиграть. Ребенку в спорт хочется. Поэтому вот тоже отличие сегодняшнего дня. Очень много опций, когда мы можем своих детей попробовать там-там или там иначе. Вот, вот отвечая на вопрос к обращению к родителям. А твои родители нормально относились к тому, что твои? Да. Ну, у меня очень хорошие родители. То есть меня всегда вообще поддерживали во всем, чего бы я хотел. Это круто. И меня поддержали. То есть я не из театральной семьи. И как-то, я говорю, я вот в театр увлечен театром. Да, хорошо. Первый год не поступил. Мама говорит, может быть, куда ты поступишь? Я говорю, нет, я поступлю на следующий год. Она говорит, да. Я говорю, да. Все, поступил на следующий год, вопросов нет. А вообще актерское образование, оно нужно только для того, чтобы стать актером? Или оно может помочь, например, раскрыть себя и в других профессиях? Я тоже преподавала актерам в ГПУ, и бывает... И я преподавала. Да, серьезно? Вот, коллеги. Так получилось, что некоторые не вывозят актерскую профессию. Они заканчивают, и они дальше уходят совсем в другие профессии. Многие, многие, даже скорее большинство. Но там, например, все, что касаемо ГИТИСа или нашего театрального образования, конечно, это высшее гуманитарное образование, потому что со всех сторон, ты будешь развить со всех сторон и можешь уйти в другую сферу. Но, по крайней мере, вот что дает ГИТИС? Вот этот момент по жизни, что надо бороться. Надо бороться, идти до конца. К цели своей достигать, да? Школа, она воспитывает волю. Вот, когда человек с волей, он добьется всего в разных сферах. Плюс высшее гуманитарное образование. Вот если мы говорим о тех ребятах, у которых что-то пошло не так. Да, а как поступить в ГИТИС вообще? План, значит, каждый абитуриент должен иметь минимальный набор, как бы программы, чтецкой программы. Это несколько отрывков из прозаических произведений, стихотворения, басни, песни. Да, вот готовится, как мы так и называем, пакет. Чтецкая программа. Дальше где-то середина апреля. На сайте можно почитать, да? Вся информация есть на сайте. Всегда в начале апреля, теперь, вот уже после пандемии, проходит день открытых дверей, где собирается декан факультета, мастер, который будет набирать, международный отдел, все специалисты. И мы в прямом эфире отвечаем на все вопросы. И самое главное, мастер корректирует, кто ему нужен, на что он будет обращать внимание. Все, дальше подкорректировал свою программу, добавил, так, мастер сказал, обязательно будет руссконародная песня. Все, скорректировал. Начинается прослушивание. Обязательно, прежде чем вы подаете документы, вы обязательно должны пройти три тура. Первый, второй, третий тур. На каждом туре вы читаете свою программу. Одну и ту же? Одну и ту же. Могут попросить что-то другое. Но это уже индивидуально. Индивидуально. Могут попросить, дать какое-то задание. Задание там, да, импровизационное какое-то. То есть самое главное абитуриенту, что я желаю, идти на контакт и общаться, слышать. То есть иногда очень тоненько подсказываем, вот ловите интонацию, что от вас хотят. Вот как бы не закрывайтесь, потому что опять тоже один из элементов внутренней техники это общение. Общение. Вот слышите, идите на контакт. Мы не хотим вас завалить. Мы наоборот хотим вас открыть. Да, но вы еще до этого рассказали историю о том, что вас будут сбивать вопросами. Я такая, о-о-о, то есть ты подготовился, выучил текст. И потом тебе, так, милочка, сейчас вот, пожалуйста, вот это вот пропустим. А дальше... Ну это же, наверное, просмотр какой-то именно подвижности внутренней. Конечно. Это, конечно, р-р-р. Момент включиться, выключиться. Вот как бы, ну вот опять, это живое общение. То есть это никакой не экзамен. И вот уже на втором туре появляются мастера. Бывает и на первом туре. Тут по-разному, да, бывает. Потом плюс к третьему туру педагоги по вокалу, по сценической речи. Потом бывает пластический тур, вокальный. В зависимости от потребности педагога. И вот если вы прошли три тура, то есть это примерно... Третьи туры, это примерно там 25, 26, 27 июня. Вам рекомендовано подать документы к конкурсу. Все, вы подаете документы, и дальше начинаются вступительные экзамены, которые состоят из конкурса, где вы также читаете чтецкую программу. И уже по более такому серьезному, по серьезной планке. Следующий день это коллоквиум. И вот тут я тоже хочу обратиться к абитуриентам. Раньше думали так. Если ты прошел конкурс, ну на коллоквиуме, ну так, так. Нифига, с коллоквиумом слетали люди. Это не так. Потому что мы должны... Вот часто бывает на сцене один человек, а потом ты начинаешь на следующий день индивидуально общаться вблизи, и это совсем другой человек. Который не может сформулировать мысль, который теряется. Ну вот, то есть как бы... И часто бывает с коллоквиумом тоже слетают. Что предполагает коллоквиум? Общение, вопрос... Может, ты откажешь опыту, да, просто... Как у тебя это проходило? Как у тебя было? Именно у меня лично. Вот это же коллоквиум индивидуально у всех скажем. Это психологический какой-то тест или что это? Нет, нет, нет. Поговорить с человеком просто. А, просто поговорить с человеком? Да, правильно? Ну, мы говорим как бы не о начитанности, а вообще просто о мировоззрении. Есть возможность пообщаться. Интеллектуальный некий тест такой, да? Не всегда. Вот в моем, говорю, случае просто мы про мою жизнь общались. Мне педагог спрашивал, ну, кто родители, чем вообще занимаешься. У кого-то спрашивали про Достоевского там вопросы, кучу всяких разных. То есть это все по-разному. Есть список, вот тоже, с чем мы сталкиваемся. Меня поражает абитуриент, на сайте есть список обязательный. Вот услышишь слово, я не рекомендую, а есть обязательная литература к коллоквиям. И подловить очень легко. Ну, там, ну, пьес 20-25 надо просто прочитать, чтобы понимать, что, как. И когда мне не отвечают на какие-то вопросы, не задают сложных вопросов. Но это тоже бывает, такие у нас байки. Там, назовите пьесу Антона Павловича Чехова. Там вот мне отвечают. Две сестры. Я говорю, а где третью потеряли? Во время пандемии. Там, Чайка, Буревестник. Иногда такие вот просто ответы ты слышишь, что тоже о очень многом говорит. Также, конечно, нам важно узнать о живописи, о композиторах. Вот, то есть, какой-то вот минимальный-минимальный просто посмотреть культурный какой-то срез. Ну, значит, подготовка именно к поступлению не только программы чтецкая, а все в совокупности. В совокупности. В режиссеры, в спектакли какие-то, в музеи. Но знать нашу историю, ну как вот. Хорошо, давайте поговорим о том, как платформа «Поколение М» помогает поступить в театральный вуз. В основном, это упор делается на онлайн такие прослушивания, на онлайн знакомства с ребятами, у которых нет возможности приехать в Москву или в Санкт-Петербург. А таких очень много, да. Их очень много. Значит, как проходит прослушивание? «Поколение М» на сайте «Поколение М», там, да, вот в разделе «Театр» появляется новость с датами прослушиваний в ГИТИСе. И мы со своей стороны распределяем педагогов по крупным регионам, кто будет вести онлайн прослушивание. И вот тут я хочу сказать. Это не просто вы записали видео визитку. Делается некий список. Педагог или мастер сидит в кабинете в Москве. И в живом формате сотрудники этого проекта технически подключают, будучи... У нас такие были интересные истории. Ребята выходили из разных регионов и сел, из подъездов, прятались в ванне, чтобы родители не знали. Здравствуйте, мне не разрешают родители. Я вот тут в подъезде. Простите за картинку. «Александр Сергеевич Пушкин, Паша, или 15-й год?» Удивительные бывают такие вот включения. У нас есть список у педагогов. Опять, у нас есть возможность на каждого потратить 5-7 минут. Кстати, вот тоже первый тур очный. Поверьте, программа должна быть настолько емкая, потому что поток в день 100-115 человек. Ты должен сразу, как мы говорим, брать быка за рога. Также и в онлайн. Все, будьте мобильны, и у вас есть возможность пообщаться с педагогом. Дальше, когда проходит один день, два дня, мы отмечаем все, записываем, и кого-то уже рекомендуем приехать очно. То есть, это опять, это не залог, что вы поступите. Но это уже шанс не стоять вам в очереди, и это уже шанс обратить на себя внимание. Потому что таких деток мы стараемся, если они приезжают в одно время, в одну десятку как бы собрать, и уже рассказываем мастерам. Вот, кстати, вот за несколько лет уже этого проекта уже в ГИТИСе мастера считают это прям нормальным. Раньше они пугались. Какое поколение М? Кто прослушивал? Что такое? Что за поколение М? Онлайн? Что? Онлайн. А теперь уже все. Так на анкете пишем просто. МТС, там, поколение М. И уже, знаете, или региональное прослушивание. И уже как-то вот с более таким подробным подходом относятся к этим ребятам. И также попадают очные прослушивания. Вот в прошлом году получилось так, что мне выпала даже честь поехать в город Краснодар, потому что был большой запрос. И там я нашел как бы абитуриента, парня, который не собирался приезжать в Москву, потому что опять там все набрано, там уже все сделано. Да, парень, Ардо, Арделеон. Я заметил, я просто понимал, что такая фактура будет интересна мастеру, который набирал Сергей Иванович Яшин. Он отвечал тем требованиям. Легко возбудим, обаятелен, эмоционален, играет на музыкальных инструментах. Это из Красноярска, про которого вы рассказываете? Из Краснодара. А, из Краснодара. А он учится сейчас, да? Он учится, он учится на бюджете. Это такое огромное достижение. И мы рады. Живет в нашем общежитии, получает стипендию и является одним из лидеров курса. Поэтому вот вам живой вот как бы пример. А бывает тоже, что вот, например, мы прилетали на другие региональные прослушивания, и парень из Краснодара прилетел в Красноярск. Ты так просто, ты находишься в Красноярске, там или в Хабаровске. Ничего себе неография. Это было в Хабаровске. И тут в анкете «Краснодар». Ты думаешь, как? Ну, я прилетел, потому что вот тяжело записаться. Сюда проще было прилететь. Вот, такое тоже бывает. Да, был бы онлайн в мои годы, да, и в поселке, из которого я родом. И я была уверена, что я бы там тоже в подъезде где-нибудь записала. Но воспользовалась бы, да, этим шансом. Конечно, воспользовалась бы. Конечно, но не было возможности совершенно. Хотя бы попробовать. И вот Новосибирск, да, тоже можно было записать и отправить. Очень круто, конечно. А вот запомнились ли, может быть, тебе там сокурсников или еще что-то, и вам, Тарас, какие-то работы поступающих? Прям прикольные вот выступления какие-то. Ну, вы знаете, со стороны, может быть, это покажется прикольным, но на самом деле это все-таки патология. Очень много идет патологичных. Особенных. Нет, не особенных. А вы не про это? Абсолютно патологичных людей, которые хотят, во-первых, или хайпануть, которые делают какую-то провокацию и проносят телефон. То есть я уже даже стараюсь говорить, отложили телефоны. Или спровоцировать мастеров-педагогов. Или же, конечно, бывает с отклонениями. Ну, там разного рода бывает контент. Вот парень поступал к Юрию Николаевичу Бутусову. Десятка отчитала. Юрий Николаевич первый раз там набирал эту мастерскую. И парень, и мы говорят, всем спасибо. И парень говорит, как всем спасибо? Вы не прошли. Он берет, достает пистолет и стреляет себе в сердце. Падает на сцену, и у него вот тут начинается кровь. Пауза. Ну, то есть, вы понимаете? И он встает. Хопля! Ты так... Ну, да. Вот как бы это одно из немногих. А когда бывает вот тоже... И пара профессоров в обороге. Тоже в этом году было. Парень, которого скинули с третьего тура. Значит, конкурс у Олега Евгеньевича Меньшикова. Он проходит в ГИТИСе на сцене. И бегает... Ко мне подходят ребята, студенты, и говорят, бегает какой-то бешеный парень, который просит, чтобы его запихнули в сумку, чтобы его вынесли на сцену. Я говорю, где этот парень? И тут уже охрана выводит этого парня. Смотрим по камерам. Он перелез через забор. Пока он перелезал, он поранился. У него течет кровь. Он залетел быстренько в наш... У нас есть знаменитая розовая комната, где есть разные костюмы. Накинул какой-то костюм Мольера, вылетел на сцену. Кровь течет, его выводят. И это как бы... Таких историй очень много. Когда... Так, ребята, это нехороший пример, на самом деле. Так не делайте. Да, это совсем нехороший пример. Профессора эти запоминают это. Это понятно, это очень зрелищно. Но так делать не стоит. Нет, я имею в виду положительные какие-то примеры. Типа вот с баяном вышел кто-то, не знаю, или что-нибудь еще прикольное. Для меня положительные примеры, когда на втором, на третьем... Чем зацепить? На втором, на третьем туре, вот, например, умение справиться с волнением, это тоже одна из наших актерских задач, чему мы тоже учим. Потому что волнение само по себе это прекрасно, оно помогает. Но иногда оно переходит в стезю психоза. И я видел вот эту магию, когда человек вот уже понимает, наверное, не поступил, улетел куда-то. Вот он уже почти сдался, и в какой-то момент вот это проявление в воле, человек говорит, простите, можно еще раз? Жух! Собирает себя. Вот просто собирает себя в кучу. И так четко работает, так интересно, так правильно, и это просто требует уважения сразу к такому абитуриенту. А так, конечно, из хорошего, иногда там вас никто не просит подготовить номер, но иногда приходят там и с баяном, играют и на ложках, и на укулеле, и со стаканчиками, и со свистульками. Там со зверистелками. Или кто-то эпатажно там одевается, да, там что-то надел на себя, какой-то эпатажный костюм. При этом он хотел эпатировать, а на самом деле за этим эпатажем стоит тоже очень интересная индивидуальность. Ну вот как бы вот, чтобы времени... Ваня рассказывал, что он эпатировал деревянной бабочкой и укулеле, собственно. Да это вообще бред. Я даже играть не умел, но и укулеле, я просто ее с собой носил. А, да? Я думала, ты сыграл, что-то сделал. Ты там что-то побринкал, но это вот... У тебя из однокурсников были какие-то такие приколы? Ну, я вот не помню, кстати говоря. Но тут, знаете, вот хочется тоже... Просто, простите, с однокурсниками мы, по-моему, вообще никак не пересекались. Именно в момент поступления. А, я поняла. Нельзя подсматривать, да, с другими как... Нет, там просто... Это же случайный порядок абитуриентов по 10 человек. То есть ты не знаешь, с кем ты будешь? Или кто-то по алфавиту? Мы встретились только там вдвоем, наверное, с моим однокурсником, уже на конкурсе. А потом я весь курс увидел, то есть... И тоже вот, раз абитуриенты будут нас смотреть, не бойтесь нам рассказывать про себя и про свои увлечения, про увлечения, про свои хобби, про музыкальную школу, про спорт. Вот многие педагоги спрашивают, а занимались ли вы спортом более пяти лет? Это очень тоже важный момент, потому что, да, вот... То есть люди, бывает, начинают спорт и бросают, потому что неудобно что-то. А более пяти лет — это все-таки какая-то система. Поэтому вот поверьте, все вам в копилку. Если вы рисуете, если вы готовите, если вы там шьете, потому что неизвестно, какая роль вам достанется. Чем больше артист владеет, тем он более оснащен. Вот что могу сказать. В финале хочу попросить вас порекомендовать что-то тем студентам, абитуриентам, актерам, которые столкнулись с неудачей. Вот у вас есть опыт, да, что с первого раза не поступил. У меня однокурсинг с четвертого раза поступил. Как психологически это воспринять? Что сделать? Как выдохнуть? Сбросить, переключиться, идти дальше. Опять подключить волю. Подключить волю. Понимаете? Ну, можно поставить себе, например, два-три дня. Вот неудача. Депрессия там начинается. Хотя вот тоже депрессия, это вообще клиническая уже история. Ну, вот какой-то психоз. Вот поставь себе два-три дня. Делай, что хочешь. Плачь, не спи, жалуйся, пиши там какие-то посты, выкладывай. Но три дня жить надо дальше. Идти дальше. Потому что жизнь... Можно вообще совсем скатиться в какую-то плохую историю. Совсем загнать себя. Верить в мечту. Вот опять все равно верить, верить, верить в мечту. Почитайте очень много примеров великих актеров. Вот просто откройте книги. Биография российских, имперских, советских, российских актеров. Вот просто почитайте, посмотрите их интервью. И вы поймете... Что это такой путь самурая, что вообще... На самом деле, да. На самом деле, вот любите и наблюдайте. Вы ничего не придумайте в голове. Главное наше наблюдение — это жизнь. Наблюдайте, подсматривайте. Потому что артист, он должен чувствовать, смотреть, уметь увидеть интересное в неинтересном. Уметь вот какие-то моменты подсмотреть. Поверьте, нам все, за нас все давно придумала жизнь. Мы идем не отсюда. Сидишь, придумываешь этюд или там решение сцены. Не получается, не получается. А я всегда говорю, вы вокруг посмотрите. Вот направляйте внимание не на себя, а вот на мир. Просто каждый хочет придумать что-то такое, чего еще не было. Уже просто было все. Не изобретайте велосипед. Все уже давно придумано. Было все, но не было вас. Да, вот эта вот фраза начинается. В театре, в кино было все и все, кроме вас. Какая крутая фраза. Вот на этом, я думаю, стоит финалить. Огромное спасибо нашим гостям. Сегодня у нас замечательный декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов. Хочется похлопать, потому что все-таки актерская история. Также Тарас является наставником проекта МТС «Поколение М», который помогает ребятам из регионов проходить прослушивание онлайн и тоже поступать в соличные театральные вузы, что очень здорово. Ну и спасибо большое Ване Злобину, актеру, начинающему молодому, талантливому. Ну давай, порви там всех. Уже рву. Спасибо большое.